Минская группа ОБСЕ по карабахскому урегулированию всегда вызывала множество вопросов. Как правило, у Азербайджана, который изначально понимал под урегулированием не бесконечный процесс, а справедливое решение конфликта. Армения к международным посредникам особых претензий не имела. Более того, Ереван перманентно выражал удовлетворение их деятельностью, не скрывая, что действующий формат сопредседателей является для Армении наиболее благоприятным. Надо полагать, армянская сторона считала этот формат надежным гарантом консервации преступного статус-кво. Отношение Армении к работе посредников можно считать своеобразным индикатором. Схема очень проста. Если в Ереване довольны деятельностью Минской группы, значит эта деятельность развивается, мягко говоря, в неверном направлении. Согласитесь, когда усилия посредников отвечают интересам агрессора, это по меньшей мере ненормальные явления. По сути, Минская группа должна была действовать в таком ключе, который доставлял бы Армении максимальный дискомфорт. Речь идет о принуждении Армении к выполнению известных резолюций Совета безопасности ООН посредством политических и экономических рычагов. Только в случае, если деятельность посредников вызывала бы недовольство Ереваном, можно было бы говорить о том, что она соответствует постулатам международного права. Такой подход естественным образом отвечал бы интересам Азербайджана, которые всецело исходят из логики международного права. Обеспечение интересов Азербайджана означало бы торжество справедливости и основополагающих принципов цивилизованного мирового общежития. Интересы Армении при таком раскладе неизбежно ущемлялись, что также было бы совершенно правомерно. По той простой причине, что эти интересы сводились к аннексии международно признанных территорий Азербайджана. Смысл посредничества в карабахском урегулировании заключался вовсе не в поисках несуществующей золотой середины. Любая из стран-сопредседателей, окажись она в такой же ситуации, в которой десятки лет пребывал Азербайджан, ни на минуту не задумалась бы о необходимости паритета. Есть подозрение, что резолюции Совбеза ООН были бы имплементированы молниеносно. Что же мешало их выполнению в случае с армяно-азербайджанским конфликтом? Понятно, что двойные стандарты, но какова природа их происхождения? Представляется, что возникновение этих двойных стандартов было связано с предвзятым и необъективным отношением посредников к Азербайджану. Конечно, можно списать все на происки армянского лобби, традиционно сильного в странах-сопредседателях Минской группы. Но в таком случае придется констатировать, что интересы армянского лобби вполне соотносятся с государственными и национальными интересами этих стран. Едва ли они действовали бы в ущерб собственным интересам. Такой вариант начисто исключается банальной логикой. Стало быть, Азербайджан столкнулся не просто с агрессией Армении, а с куда более масштабным деструктивным феноменом. Таким образом, победа Азербайджана обретает особую ценность. Поскольку эта победа одержана не только над агрессором, но над тотальной несправедливостью и произволом. В свете последних событий деятельность Минской группы ОБСЕ в ее прежнем виде закономерно утеряла свою актуальность. Лишний раз выяснилось, что географическая удаленность от эпицентра конфликта является определяющим фактором. В конечном итоге война была остановлена благодаря усилиям именно региональных держав. Их членство в Минской группе не играло никакой ключевой роли. И тем более нелепыми представляются сегодня попытки реанимировать функционал стран-сопредседателей. Есть ощущение, что кому-то никак не дает покоя тот факт, что статус-кво по Нагорному Карабаху изменен в пользу Азербайджана. И речь вовсе не об Армении. Максимум, на что может рассчитывать эта страна – это незавидная роль пешки в чужой игре. Мы фиксируем необычайную активность Франции, которая не наблюдалась на протяжении всей ее посреднической миссии. Париж настаивает на возобновлении переговорного процесса с акцентом на определение статуса Нагорного Карабаха. И это в то время как дискуссии по этому вопросу не имеют никакой практической ценности в силу абсолютной неактуальности. Кроме того, Франция внезапно озаботилась проблематикой, связанной с беженцами в армяно-азербайджанском конфликте. Симптоматично, что этот вопрос обрел для Парижа злободневность не в контексте оккупации территории Азербайджана, а в контексте восстановления его территориальной целостности. Видимо, наличие миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев воспринималось во Франции как вполне нормальное явление. Немало вопросов вызывает и метаморфоза восприятия Парижем состояния религиозного и культурного наследия на находившихся под оккупацией территориях Азербайджана. Показательно, что ранее Франция весьма стоически переносила уничтожение мечетей и превращение их в хлев армянскими вандалами. Чем же вызвана нынешняя запоздалая озабоченность? Почему возвращение исторического наследия Азербайджана под контроль законного владельца так взбудоражило Париж? Неужто там не понимают, что Азербайджан заинтересован в сохранении всех памятников на бывших оккупированных территориях куда больше, нежели Франция? По той простой причине, что все они, и исламские, и христианские святыни, являются неотъемлемой частью азербайджанской истории. Всем заинтересованным сторонам пора бы уяснить для себя простую истину. Азербайджан никогда не вернется в 30-летний кошмар, составной частью которого были попытки выдать за посредничество нечто совершенно иное. На этом точка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова